Конституция Российской Федерации, глава 5. Федеральное собрание, статья 94. Федеральное собрание, парламент Российской Федерации является представительным и законодательным органом РФ. Статья 95. Первое. ФС состоит из двух палат Совета Федерации и Государственной Думы. Второе. ФС состоит из сенаторов РФ. Вот это второе добавленное. Второе. Добавлено предложение. Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. Дальше, по-старому. Совет Федерации входит А. По два представителя от каждого субъекта РФ, по одному от законодательного, представительного и исполнительного органов государственной власти на срок полномочий соответствующего органа. Б. Полностью добавленное. Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочного случая его отставки, в праве отказаться от полномочий сенатора РФ. В. Добавлено. Не более 30 представителей РФ, назначенных президентом РФ, из которых не более 7 могут быть назначены пожизненно. Добавлено, что не более 30 и не более 7 пожизненно. Третье. Добавлено. Общее число сенаторов РФ определяется исходя из числа представителей от субъектов РФ, перечисленных в статье 65 Конституции РФ, из числа лиц, осуществляющих полномочия сенаторов РФ, указанных в пунктах Б или И, В, в части 2 настоящей статьи. 4. Сенатором РФ может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в РФ, не имеющий гражданства иностранного государства, либо вида нажительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. 5. Сенатором РФ в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. Ну, то есть, обычные запретительные поправок в Конституции, меры. 5. Представителями РФ в Совете Федерации, осуществляющими полномочия сенаторов РФ, пожизненно могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед стороной в сфере государственной и общественной деятельности. Интересно, кто их выдающесть будет определять? Ну, наверное, президент. 6. Представители РФ в Совете Федерации, за исключением представителей РФ, осуществляющих полномочия сенаторов РФ, пожизненно назначаются сроком на 6 лет. 7. Последний старый пункт. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 8. Статья 96. 1. Государственная Дума избирается сроком на 5 лет. 9. Второе. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов Госдумы устанавливается федеральными законами. 10. Статья 97. 1. Депутатом Госдумы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Дальше добавлено. 11. Постоянно проживающие и прочие запретительные меры для высших должностных лиц. 12. Одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором РФ и депутатом Госдумы. Депутат Госдумы не может быть депутатом иных представительных органов госвласти и органов местного самоуправления. 13. Депутаты Госдумы работают на профессиональной постоянной основе. 13. Депутаты Госдумы не могут находиться на государственной службе и заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой. 14. Статья 98. Пункт 1. В этот пункт добавлено три слова. 15. Сенаторы РФ и депутаты Госдумы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. 16. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвернуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также они не могут быть подвернуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. 16. Второе. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора РФ с соответствующей палатой Федерального собрания. 16. Статья 99. Первое. Совет Федерации и Госдума заседают раздельно. 17. Второе. Заседания Совета Федерации и Госдумы являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытое заседание. 17. Третье. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий президента РФ. 17. Статья 101. Первое. Совет Федерации избирает из своего состава председателя Совета Федерации и его заместителей. 17. Госдума избирает из своего состава председателя Госдумы и его заместителей. 18. Второе. Председатель Совета Федерации и его заместителей. Председатель Госдумы и его заместители ведут заседание и ведают внутренним распорядком палаты. 3. Совет Федерации и Госдумы образуют комитеты и комиссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания. 4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности. 5. Для осуществления контроля за исполнение федерального бюджета Совета Федерации и Госдумы образуют счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяется федеральным законом. Статья 102. 1. К ведению Совета Федерации относятся А. Утверждение изменения границ между субъектами РФ Б. Утверждение указа Президента о введении военного положения В. Утверждение указа Президента о введении чрезвычайного положения Г. Решение вопроса о возможности использования вооруженных сил за пределами территории Российской Федерации Д. Назначение выборов Президента Российской Федерации Е. Отрешение Президента о должности И дальше идет добавление Решение неприкосновенности Президента, прекратившего исполнение своих полномочий Пункт G. Назначение на должность И вот дальше идет добавление Решение введения 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 введ предложенным президентом, кандидатурам на должность генерального прокурора, заместителей генерального прокурора, прокуроров-субъектов, прокуроров-военных и других специализированных структур, приравненных прокурорам-субъектов Российской Федерации. Это тоже пункт З, тоже в нововведение. И назначение на должность и освобождение должности председателя счетной палаты и половины от общего числа аудиторов счетной палаты по представлению президента. КЭП. Проведение консультаций по предложенным президентам кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, в скобках включая федеральных министров, за скобками ведающих вопросами обороны, безопасности, государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращение чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий общественной безопасности. Л. Прекращение по представлению президента в соответствии с федеральным и конституционным законом полномочий председателя Конституционного суда, заместителя председателя Конституционного суда и судей Конституционного суда, председателя Верховного суда, заместителей председателя Верховного суда и судей Верховного суда, председателей, заместителей председателей и судей Кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка порочащего честь и достоинство судей, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий. М. Заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора о состоянии, законности и правопорядка в Российской Федерации. Совет Федерации принимает постановление по вопросам, отнесенным к его введению Конституции РФ. 3. Постановление Совета Федерации принимается большинством голосов от общего числа сенаторов РФ, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией РФ. Статья 103. Первая к введению Государственной Думы относится А. Утверждение по представлению президента Российской Федерации кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. Это добавленный пункт. А. 1. Утверждение по представлению председателя правительства Российской Федерации кандидатуры заместителей председателя правления Российской Федерации и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте Д. 1 ст. 83 Конституции РФ. Тоже добавленный пункт. Б. Решение вопроса о доверии правительства Российской Федерации. В. Заслушивание ежегодных отчетов правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. Г. Назначение на должность и освобождение от должности председателя Центрального Банка РФ. Г. 1. Заслушивание ежегодных отчетов Центрального Банка РФ. Д. Назначение на должность и освобождение от должности заместителя председателя Счетной Палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной Палаты по представлению президента Российской Федерации. И вот насчёт аудиторов это добавление. Е. Назначение на должность, освобождение от должности полномочного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом. Дальше идёт дополнение. Уполномоченным по правам человека может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий РФ, не имеющий гражданства. Ну, то, что было уже до этого. Бла-бла-бла-бла-бла. То есть, уполномоченный тоже должен соответствовать вот этим новым требованиям, как и все высшие должностные лица Российской Федерации. Ж. Объявление амнистии. З. Выдвижение обвинения против президента РФ в целях отрешения его от должности добавления или против президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий в целях лишения его неприкосновенности. 2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесённым к её видению Конституции РФ. 3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией РФ. 3. Статья 103. Группе 1. Это новая статья. 3. Совет Федерации Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц. 4. Прядок осуществления парламентского контроля определяется федеральными законами и регламентами Палат Федерального Собрания. 5. Статья 104. Право законодательной инициативы принадлежит президенту Российской Федерации, Совету Федерации, добавление сенаторам Российской Федерации, депутатам Государственной Думы, правительству Российской Федерации, законодательным представительным органам субъектов РФ. 6. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному суду РФ и Верховному суду РФ по вопросам их ведения. 7. Второй пункт. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 8. Третий законопроекты о введении или отмене налогов и освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства. 9. Другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства РФ. 9. Статья 105. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. 10. Второе. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы, если иное не предусмотрено Конституцией РФ. 11. Третье. Принятые Государственные Думой федеральные законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. 14. Четвертый федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты, либо если в течение 14 дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации, палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Госдумы. 15. Пятое. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации, федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Госдумы. 16. Статья 106. 16. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежит принятые Госдумой федеральные законы по вопросам а. федерального бюджета, б. федеральных налогов и сборов, в. финансового валютного кредитного таможенного регулирования денежной эмиссии, г. ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации, д. статуса и защиты государственной границы РФ, е. войны и мира. 16. Статья 107. 1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется президенту РФ для подписания и обнародования. 2. Президент РФ в течение 14 дней подписывает федеральный закон и обнародует его. 3. Если президент РФ в течение 14 дней с момента поступления федерального закона откланит его, то Госдумы и Совет Федерации в установленном Конституции РФ порядке вновь рассматривают данный закон. 4. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 2-3 голосов, от общего числа сенаторов Российской Федерации, от сенаторов Российской Федерации добавлены сюда, и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию президентом в течение 7 дней и обнародования. 5. Если президент в течение указанного срока обратится в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности федерального закона, срок для подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса Конституционным судом. Если Конституционный суд подтвердит Конституционность Федерального закона, президент подписывает его в трехдневный срок с момента внесения Конституционным судом соответствующего решения. Если Конституционный суд не подтвердит Конституционность Федерального закона, президент возвращает его в Госдуму для подписания. Вот это вот новое введение. Так, статья 108. Первое. Федеральные и конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией. Второе. Федеральный и конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четверти голосов от общего числа сенаторов и не менее двух третий голосов от общего числа депутатов Думы. Приятный федеральный конституционный закон в течение 14 дней подлежит подписанию президентом Российской Федерации и обнародованию. Если президент в течение указанного срока обратится в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности федерального конституционного закона, срок для подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса к Конституционным судам. Если Конституционный суд подтвердит конституционность федерального конституционного закона, президент подписывает его в трехдневный срок с момента внесения Конституционным судом соответствующего решения. Если Конституционный суд не подтвердит конституционность федерального конституционного закона, президент России возвращает его в Государственную Думу без подписания. Статья 109. Первая Государственная Дума может быть распущена президентом в случае предусмотрен статьями 111, 112, 117 Конституции Российской Федерации. Второе. В случае распуска Думы Российской Федерации президент назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Дума собралась на не позднее, чем через 4 месяца с момента распуска. Третье. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, предусмотренным статьей 117 Конституции РФ в течение года после ее избрания. Четвертое. Дума не может быть распущена с момента выдвижения ее обвинения против президента Российской Федерации до принятия соответствующего решения Советом Федерации. Пятое. Государственная Дума не может быть распущена в период действия на всей территории РФ военного и чрезвычайного положения, а также в течение 6 месяцев до окончания срока полномочий президента РФ. Это была пятая глава. Спасибо. Спасибо.